Военный угрожал сотруднице КПП оружием, полиция отказалась возбуждать дело. По Дежевскому шлагбауму частного сектора подъехала Лада Веста. Возмущенный опущенным шлагбаумом герой СВО вышел и начал спорить с сотрудницей КПП. А после того, как автомобиль проехал, достал пистолет и демонстративно привел его в боевое состояние. Силовики реагировать не стали, по их словам, угрожавший мужчина участник СВО, хотя как это освобождает его от ответственности за угрозы, остается неясным. Украинская прокуратура начала проверку информации об убийстве семерых безоружных военнопленных российскими солдатами. После штурма позиций ВСУ в Бахмутском районе. Если предоставленная запись дрона окажется достоверной, будет заведено дело по статье о нарушении законов войны и умышленном убийстве. В торговом центре Пекин 26 февраля не открылись павильоны. Все дело в повышении арендной платы на 20%. Позже торговые точки возобновили работу. Арендодатели сказали, что конфликт выглядит довольно искусственно, но все-таки вернули ставку к прежнему объему. Жители деревни Ибрагимова под Уфой отстояли свои земли от строительства глэмпинга. Узнав о проекте, местные жители испугались, что потеряют доступ к воде. А туристы будут загрязнять озеро и окрестности. Им удалось донести свои опасения до местной администрации. В будущем селяне хотят сами оформить аренду на прилегающие земли, чтобы избежать новых попыток захвата. Кобровчанка, которую задержали после одиночного пикета, снова вышла на пикет. Теперь, чтобы пожаловаться на условия содержания в восьмом отделе полиции. По ее словам, полицейским и задержанным некомфортно находиться в помещении, где давно не было ремонта. А на лавочках тяжело долго сидеть. Елена также попросила власти разъяснить, имеют ли право граждане России называть вслух имя Сергея Фургала. До встречи!